Привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Амазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам просто хорошо стартануть и заработать легкие бабки, то конечно же вводите мой промокод, пишите слэш мэм, сибой пун промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет вкачать уровень, а вкачать уровень очень легко, если просто-напросто проходить квесты. Квесты, которые есть в начале игры, если их просто-напросто проходить, вы быстро вкачаете уровень и заработаете свои 450 тысяч, сможете купить себе машину-квартиру и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Поэтому, пацанчики и девчата, просто берите вводите промокод и все у вас будет реально четко. Ну а в этом ролике, пацаны, я вам покажу топ самых лучших машин на проекте, то есть я вам покажу самые лучшие машины, по моему мнению, то есть по моему опыту и так далее. Все-таки 6 лет играю на проекте, как бы все тачки я идеально знаю и в этом ролике я вам покажу самые просто лучшие машины, по моему мнению, но именно с автосалона. Потому что машины, которых нет в автосалоне, я, к сожалению, вам показать не смогу, у меня нет такой возможности, поэтому я буду показывать чисто машины именно с автосалона, которые вы можете пойти прямо сейчас приобрести. Поэтому, дамы и господа, просто берите, ставьте лайк, обязательно просто подписывайтесь на канал. Моя цель это 22 тысячи подписчиков до нового года, поэтому если ты вдруг не подписан, пожалуйста, подпишись на канал. И давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Моя мечта, что в жизни, что в игре, я себе очень хочу BMW M5 E60, потому что это мой самый просто любимый кузов. Я считаю просто то, что это самая просто красивая BMW, которая только может быть. И она мне очень сильно нравится, и в игре, пацаны, она очень хорошо едет, то есть у нее хорошая максималка, там, 270 километров с первым чипом. То есть тачка реально очень хорошая, очень быстрая, на ней можно как бы и подрифтить, и просто похасанить. И тачка реально, пацаны, просто самая лучшая из BMW. Как бы для меня она вообще в целом самая лучшая, но из BMW, пацаны, это реально самая просто лучшая машина. Эта тачка даже лучше, чем BMW M5 F90. Поэтому, пацаны, если надумаете себе покупать BMW, то берите M5 E60, и вы не пожалеете. То есть она, в принципе, и недорогая, она стоит в автосалоне 5 миллионов рублей. То есть это не так уж и много, ну, реально, она за свои бабки очень просто хорошая. Просто ей можно и бочком ебать, похасанить, по разгону она тоже очень хорошая. Но самое охуенное, пацаны, то, что она реально очень сильно красивая. Она прекрасна, пацаны. Ну, что может быть просто красивее? Что может быть красивее, чем вот эта машина, пацаны? Ну, реально, для меня это просто идеал, просто, я не знаю. Но я обожаю эту машину, то есть, я когда первый раз ее увидел, вообще, я просто реально влюбился в этот автомобиль, в этот именно кузов. Мотор, конечно, у нее тоже охуенный, там V10 легендарный, но мне именно нравится ее внешний вид. Вот внешне, пацаны, просто она очень красивая. Я обожаю эту машину. Этот выхлоп, эти бампера, эти фары, эти колеса стоковые. Ну, я просто реально обожаю эту машину, и всем просто советую, пацаны. Вот если будут бабки, берите именно M5 E60, и вы просто не пожалеете. Итак, следующий автомобиль, это BMW M5 F90. Да, это тоже M5, но это уже, как бы, новый кузов, новая школа, новое поколение. Ну, пацаны, что я могу сказать? Тачка тоже очень хорошая. По разгону, конечно же, она быстрее, чем BMW M5 E60. То есть, ну, эта тачка уже такая, тоже пиздатая, пацаны. Но мне просто внешне больше нравится BMW M5 E60. Как бы, на F90 я отъездил, пацаны, очень-очень много. Это тоже очень хорошая машина. Для M500, по-моему, дороже, она стоит 6 миллионов в автосалоне. А BMW M5 E60 стоит 4,5 миллиона. Конечно же, M5 F90 тоже очень хорошая машина. Но, пацаны, это уже на вас вкусный цвет, как бы. F90 тоже пиздатая, в принципе. Она не так, конечно, дрифтит, как E60. Но, в целом, пацаны, это тоже очень хорошая, быстрая и красивая машина. То есть, ну, реально, разгончик у нее хороший. Но максималка, пацаны, то есть, максимальная скорость больше у BMW M5 E60. Если хотите брать машину хорошую по разгону, с полным приводом, то берите BMW M5 E90. Но она будет чуть медленнее, чем BMW M5 E60. Ну и последняя, пацаны, BMW в моем списке. И самая просто дорогая. Это BMW X5 M нового поколения. То есть, это реально пиздатая просто машина, которая ебашит на все бабки. Данная цена их составляет в автосалоне 17 миллионов. За эти бабки вы можете себе купить M5 E90 и M5 E60. И у вас еще бабки останутся, понимаете? На еще одну машину. Да, она там не пиздец какая быстрая. Едет она там 265-270 примерно. Ну, то есть, так же самое, как там BMW M5 E60. Она по максималке едет. Но, блядь, пацаны, это просто джип. Это такой просто пиздатый джип, пацаны. Она очень интересно рулится. То есть, у нее, по-моему, если я не ошибаюсь, полный привод. Да, у нее полный привод, понимаете? Она очень хорошо ускоряется. Очень хорошо поворачивает. То есть, эта тачка реально тоже пиздатенькая такая. Но, пацаны, дорогая. Да, 17 миллионов, пацаны, не у каждого есть. Но она этих денег, в принципе, стоит. То есть, внешне эта тачка мне тоже очень сильно нравится. Ну, честно, морда не очень нравится. Мне больше нравится жопа. Жопка, короче, у нее немножко посимпатичнее. Тоже такие прикольненькие диски. Я бы, конечно, другие поставил. Ну, цвет бы я поставил поинтереснее. Но так, в целом, пацаны, машинка очень хорошая. Резвая, быстрая, красивая. Первый автомобиль марки Mercedes, который я хотел бы вам показать. Это, конечно же, гелик, пацаны. Это просто самая лучшая машина из Mercedes, я считаю. Потому что я на такой тачке очень просто много отъездил. Это моя почти самая просто любимая машина на проекте. То есть, мне гелик реально очень сильно нравится. Именно вот такой вот новый гелик G63. То есть, тачка стоит вот на основе 10 миллионов рублей. Но если найти ее с рулетки, можно ее купить там за 5-6 миллионов вообще спокойно. Потому что ее госка в два раза меньше. То есть, тачка, пацаны, реально очень пиздатая, я считаю. Да, максималка у нее не особо большая. Там 242 километра в час. Но реально одна из лучших машин просто на сербаке. Точнее, на проекте. Потому что я реально на ней очень много отъездил. У меня было несколько геликов раньше с аудиосистемой. Понятное дело, что кому-то гелик нравится. Кому-то он не нравится. Кто-то его хуесосит. Но, пацаны, в любом случае, реально, это хорошая машина. Именно за свои бабки. Вот за свои бабки это реально хороший аппаратик, пацаны. То есть, она как бы и понтовая, и полноприводная, и красивая. И неплохо едет. То есть, реально, вот именно эта машина мне реально очень все нравится. Я как бы, ну, не особо люблю Мерседеса. Но гелик, пацаны, у него и звук пиздатый. И, сука, он едет охуенно. Внешне мне старый елик нравится, но именно по ходовым качествам он говно. А именно вот это елик, сука, это такая пацанская, блядь, машинка. Долдал, ебать, пушел просто. Итак, дамы и господа, следующая машина. Это у нас новая просто ешка, ебать. Пушка нахуй просто заряженная. Во все щели, пацаны. Это сейчас самая просто ебовая машина. Именно по характеристикам. То есть, она очень быстро ускоряется. По управлению очень такая резкая, четкая. То есть, на данный момент это самая ебовая машина. То есть, реально, лучше ее просто нету. Именно по характеристикам, по управлению, по ускорению, лучше машины просто нету. Данный автомобиль стоит в автосалоне 12 миллионов рублей. Я вам серьезно, блядь, это, пацаны, самая просто ебовая тачка, которая только может быть. И она реально пиздатая. У меня тоже когда-то такая была. Тачка просто огонь, пацаны. Ну, реально, просто такая пушечка заряженная. Я в будущем тоже хочу себе ее приобрести. Короче, панорамная крыша, ебать. Пиздатый салон, пиздатые диски, ебать. Ну, реально, тачка, пацаны, очень хорошенькая. Да, конечно, не дешевая, 12 миллионов. Но как она ебенит, сучка, этот звук, блядь. Ра-та-та-та-та, ебать. Вот дохуя я тачек, конечно, хочу, пацаны. Реально, дохуя я хочу тачек. Но все они, самые главные, пацаны, самые пиздатые. То есть, я вам реально в этом видосе показываю самые просто пиздатые, самые жирные просто машины, которые есть только на проекте. За такой видосик нужно по-любому въебать лайк и подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Но марсик, пацаны, реально заряженный. Я вам советую его приобрести. Ну что ж, дамы и господа, давайте перейдем уже к машинам остальным. Не Мерседесом, не BMW, а уже остальные машины других производителей. Следующая машина, это у нас получается Ниссан ГТР. Я считаю, что это тоже одна из самых лучших машин. Ну реально, у меня был ГТР с аудиосистемой. То есть, да, она как бы не особо быстрая. У нее максималка, там, около 240 км в час. То есть, у меня была такая машина, я ничего, в принципе, плохого сказать не могу. То есть, тачка реально хорошенькая такая. Не особо, в принципе, дорогая. По-моему, она стоит 7 миллионов рублей в автосалоне. Довольно-таки прикольная, необычная. Мне всегда Ниссан ГТР очень сильно нравился. Задняя просто охуенная оптика. То есть, эти, бать, кругляшки, так сказать. То есть, ну, Ниссан ГТР, пацаны, это в любом случае легенда. Если вы любите японские машины, то для вас это самый просто лучший вариант. Ну, я считаю, король просто японцев, японских машин. Это Ниссан ГТР, пацаны. В любом случае. Ну что, следующий автомобиль, это у нас такой английский, просто английская классика, пацаны. Range Rover. У меня была такая машина, ну, несколько дней, получается, с аудиосистемой Nitro 2-й чип. То есть, мне эта тачка реально очень понравилась. Максимальная скорость у нее с первым чипом примерно 230 километров. То есть, да, не особо такая быстрая машина, но, пацаны, реально прикольная. Стоит данный автомобиль 4, по-моему, с половиной миллиона рублей. А, нет, подождите, я вас наебал. Нет, эта машина стоит 7 миллионов рублей в автосалоне. Но с рук, если она с рулетки, ее можно купить за 3,5 миллионов рублей. То есть, ее можно купить реально очень дешево. Ну, а так в автосалоне она стоит 7 миллионов рублей. Пацаны, тачка, что я могу сказать? Папик просто, такой джипик. Реально очень такой элегантный. Все-таки это английская машина, она такой элегантный, понимаете? Прикольные диски, в принципе, стоковые. Красивая оптика тоже. Ну, реально хорошая машинка, пацаны. Честно, у меня никогда не было ренджевера вообще, по сути. Но так получилось, что мне Америкос дал ренджевер с аудиосистемой покататься на время. Я покатался, то есть, ну, реально мне эта машина очень сильно понравилась. Ну, и последний автомобиль, пацаны, из моего списка. Это, получается, Audi R6 C8. Тоже очень симпатичный автомобиль. Довольно-таки быстрый. Раньше, конечно, эта тачка была побыстрее. Но, к сожалению, пока что ее пофиксили. Ну, не особо сильно пофиксили, но пофиксили, пацаны. Сейчас она едет, примерно, 240. Но все равно, пацаны, машина довольно-таки интересная. Данный автомобиль в автосалоне стоит 15 миллионов. Ну, конечно, дороговато. Но, я думаю, в принципе, этих денег он реально стоит. Тачка очень хорошая по управлению. Полный привод, как бы. Давайте сейчас на нее накинем третий чипок. И посмотрим, сколько она будет ехать с третьим чипом. Чистая, бать, максималочку сейчас попробуем. Попробуем выжить, бать. Ну, с третьим чипом она, конечно, бодрая пиздец, реально. Да, конечно, ценник у нее не маленький. 15 миллионов. И дешевле вы, скорее всего, ее не найдете. Хотя, есть, как бы, и старые RS-ки. У которых, там, ГОСК 1 миллион. Но их продают, там, по 10, по 7 миллионов. Довольно-таки быстрая, управляемая, красивая. Поэтому, кому нравится, можете спокойно брать и покупать. Ну, что ж, дамы и господа. Я думаю, в принципе, на этом мы будем заканчивать. К сожалению, я вам не могу показать именно все машины, которые есть на проекте. Потому что у меня нету ни админки, ни ютуберки. То есть, у меня реально нету возможности вам показать остальные машины, которых нет в автосалоне. В этом ролике я вам показал именно топ самых лучших машин на проекте, которые есть именно в автосалоне. Но, на самом деле, машин намного больше, чем я показал. Просто, некоторые машины находятся, как бы, не в автосалоне. Их нельзя просто-напросто взять, как бы, где-то найти. Вот, даже, допустим, тот же самый Porsche, который стоит зади меня. Я не могу такой Porsche найти, как бы. Потому что их нету в автосалоне. Они есть только, получается, у людей. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Ставьте лайки, просто подписывайтесь на канал. Если хотите, приходите на второй сервачок играть вместе со мной. Я вас могу принять в семью, в компанию. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.